Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 10 ноября и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 8 ноября, что в свою очередь нам в рамках часового таймфрейма говорит о начале восходящего движения. И ближайшие цели – это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.1654, ну а дальше мы уже можем двинуться на 1.1691. Возврат к продажам по данной паре будет актуален после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.1585. Пара британский фунт пока остается в нисходящем тренде, в нисходящем движении для часового таймфрейма. И на текущий момент ближайшая цель – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.3080. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.3166 с последующими целями движения на 1.3309. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое снижение. Ближайшие цели на сегодня – это обновить минимальные значения, которые мы видели вчера в области 1.1309. Далее пойти уже на 1.112.80. Возврат к покупкам, а значит ближайший разворотный уровень, находится на максимальных значениях, которые мы видели вчера в области 1.1405. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают снижаться. Вчера мы видели обновление минимальных значений 7 ноября, что в свою очередь нас вернуло к тенденции, нисходящей по данной паре. И ближайшие цели на текущий момент – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2668 и далее пойти уже на 1.2618. Покупки будут актуальны вновь по данной паре после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2740. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает снижаться. На текущий момент ближайшие цели – это закрепиться ниже отметки 76.50 и далее обновить минимум в области 76.25, ну а после этого уже пойти на 75.70. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видим практически на протяжении всей торговой недели, а именно область 76.93. Пара евро-фунт продолжает укрепляться. Мы отмечали 8 ноября обновление максимальных значений, которые мы видели седьмого, что в свою очередь нас возвращает к покупкам по данной паре в рамках часового таймфрейма и на текущий момент данная тенденция также остается в силе. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, отметка 88.76 и далее уже пойти на 89.40. Возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 88.23. Золото продолжает укрепляться. Ближайшие цели на текущий момент – это уйти выше отметки 1288 долларов за тройскую лунцу, ну а после этого уже пойти на 1304. Возврат к продажам, а значит завершение восходящего движения в рамках часового таймфрейма, будет актуально после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1279 долларов за тройскую лунцу, что в свою очередь может открыть дорогу на снижение в область 1259. Нефть марки Brent пока остается в рамках нисходящего движения, но сейчас мы видим больше боковик по данному инструменту, но тем не менее после преодоления минимальных значений, которые мы видели 7 ноября, на текущий момент тенденция в рамках часового таймфрейма преобладает именно на ослабление нефти. С ближайшими целями закрепление ниже отметки 6351. В свою очередь уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 6448 уже вернет нас к покупкам по данному активу, что в свою очередь продолжит на рост и на старших таймфреймах. По индексу DAX тенденция коррекционная нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. Ближайшие цели на текущий момент это уйти ниже отметки 13106, что подтвердит продолжение коррекционного движения. Ну а возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы увидели вчера в области 13419. Пока торгуемся ниже данного уровня, коррекционное движение остается в приоритете. Ну и по биткоину, биткоин 8 ноября смог преодолеть максимальное значение, которое мы видели 7, что в свою очередь нас возвращает к покупкам, но они будут актуальны до тех пор, пока биткоин торгуется выше значений в области 7094 доллара за 1 биткоин, минимальное значение, которое мы видели вчера. В том случае, если мы увидим закрепление ниже данного уровня, то уже коррекционное снижение по биткоину вновь станет преобладающим. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, если данное видео для вас полезно, то не забывайте ставить лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите их под комментарием к этому видео. И увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok